Девушки отдыхают Спасибо, милые! Спасибо, дорогие! Дай вам Бог здоровья! Дай вам Бог здоровья, дорогие мои! Эх, как не война за тобой и поехали! Девушки отдыхают 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 Доброе утро, Клавочка. Здравствуйте. У меня тоже толка мало, его старуха домой не пустит с таким улавом. А вчера поймал, поймал, вчера поймал. Вечеринки четыре, но хорошие. И вот сам берега и подхаривал. Клавочка, Клавочка, у нас тут такое, что не знаю, как и сказать. Беда, Клавочка, беда. Кто забрал? Как можно? На кой черт тебя поставили здесь, Григорьевна? Я-то что, Клавочка. Приехали, вот, бумаг рисовали. По документу я, Клавочка. Ну, хватит. Поросят забрали. Таких махоньких поросята на убой. Как можно? А поросяток слез не лей. Забрали, значит, так надо. Это кому же надо? Тебе? Председателю? На водку вам не хватает? Или не успел еще дом черепицей покрыть? Да что там говорить? Разучила война хозяйствовать. Так зачем же сами, что есть, растрынкиваем? Поросяток весне в сорок раз упитаннее стали бы. А так что? Пожрут в ресторане и все? Клавочка, за меня, Беда Петровна. Уйди из глаз моих и твоя. Моя кляжа, как только выехали, да? На одной версты не прошла, свалилась и сохла. Верни нам, верни нам, верни нам, верни нам, верни нам, верни нам, верни нам. Пухлякова, присядь, я сейчас. Ты нам вели, деньги гонили, лопаты верни. Все, я знаю, лопаты берем. Мелова, ты рекерал. Значит, председатель решил не отдавать лопату. Мы с тобой договор вот этот вот оформили? Оформили. Полюбовно? Полюбовно. Мы взяли у тебя лопаты, так? Так. Ты за это кобылу получил? Получил. Так чего же ты, борода, от меня хочешь? Договор, бумага. Через час кобыла пала. В кои веки нашелся хороший человек, цыгана обдурил. Как ему весело, как ему расхватывает мурашки. Я вижу, тут не один жулик. Что такое шулик? Шулик это тот, кто для своей личной выгоды норовит с другого семь шкур спустить. А я не для себя лично. Я для колхоза беспокоюсь. Да вот ты, цыганская, отродя, вот, вот. Хоть вот эту вот женщину спроси. Она за колхоз кому угодно горло перегрызет. Если по правде, то лопаты людям надо вернуть. Эй, председатель! А утишьте вы, в конце концов! Между прочим, что такое правда, дорогая Клавдия Петровна? Это не что-нибудь вообще. Если для колхоза в пользу, значит, государственная справедливость. Ты что же, председатель, при помощи такой философии хочешь свой колхоз понять? Видали, цыганы не марксизму учат. А где ты был, хвилософ, когда я вот эти вот штуки зарабатывал? Цыганочку отплясывал? Будулай, будулай, сними ту журку. Тебе легче будет. Жарко, тебе жарко. А ты решавал, а? Штыл, на лава перекирал. Молодец, председатель. Хорошо воевал. А, вот так-то, дорогуша, отдай моему табору лопаты. А вот культурки у тебя не хватает. А я все-таки старше тебя. И по возрасту, и по званию старшины запаса. Лейтенант, ну, дорогой лейтенант, сними ту журку, тебе прохватить не может. Это тоже здесь лейтенант. Уж не ты ли, а? Не, не я. Я лейтенант. Ну, ещё и верь. Врешь, там дослужиться до лейтенанта надо не цыганскую голову на плечах. Это уж как видать. Почему не цыганскую? У цыган голова тоже круглая. А, быть лейтенантом это тебе не у наковальни плясать. И не жульничать. Это что за разговорчики? Ты знаешь, что за такие оскорбления можно и статью припаять, Мигом, ать двой шага марш. Во-во, да еще при свидетеле, бухгалтере. Это он-то свидетель? Ну вот она. Чем тебе не свидетель? Ну что же, если эта женщина согласна быть свидетелем, готов любую ответственность держать. Слышь, Пухлякова, ты, видать, ему приглянулась? Цыган-цыган, а толк бабы жезуметь. Слышь, а не пошедет ли вас? Постой, куда ж ты, Пухлякова? Ну, видал, как она вашего цыганского брата боится? Как черт ладана! А, это вы? Будем знакомы. Меня зовут Будулаин. Спасибо вам. Но не помогло и ваше заступничество. Не скажете, далеко ли отсюда до райцентра? Да нет. Через хутор проедете, а там, мы считаем, не больше трех километров будет. Спасибо. Не люблю жаловаться, но придется. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ванечка! Нюра! А я скажу маме, что ты цыганок дрозни. А это все чепуха. Господи, шрамы жуки. Мама, а Нюрочка дрознила цыганку. Идите, идите бессовестные. Кто же вас просил из дома-то выходить? Так. Значит, Таброс агитировал на седлость, а сам дальше куролесить по стране? Так я тебя понял? Так, секретарь, так. Буду кочевать, пока не найду свою семью. Должны же где-то следы ее отыскаться. Да, лейтенант, война всем поперек горла встала. А я и следов не знаю. Как угнали сестру в 42-м Германию, как будто воду канула. Мать до сих пор к каждому поезду бегает. Тьфу ты, черт! Так это из-за тебя, Бородая, сюда столько километров по Грязюке телепался. Зачем Табор обидел? Ты человек, цыганый человек, да? Где справедливость? Ну, 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 ты полегче, полегче. Здесь тебе не Табор, здесь райков. Охолоньте, охолоньте, товарищи. Бородай, не дурявится, бриться надо. Присаживайтесь, потолкуем. Закуривайте, Гвардейского. Семен Куликарпович. А лопаты надо людям вернуть. Ах ты, вот об чем. А чем же разрешить спросить тебя, Иван Митрич? Мы будем виноградные лозы окапывать? Вот этого уж я не знаю. Одно верно. За виноградные лозы в первую очередь буду спрашивать с тебя. Вот тебе на. Да ты понимаешь, чертов сын, что у меня эта кобыла на балансе числится ж как живая. Ай, покойница твоя кобыла. Ты ж посуди и сам. Ведь с меня же ревизоры акт, а причине смерти кобылы ж потребуют. Акт имеется, товарищ Черенков. А со шкурой как быть? А шкуру из тебя председатель снимут. Ага. С меня и так каждый день шкуру сдирают. Ой, какой бедный. Ну ладно уж, такой бедный. Отдадим тебе и шкуру. Ты цыган, уродик, с головой. Круглый. Может, заместители до меня пойдешь? Нет, не пойду. Эх, почему же? Не сработаемся. С гуся вода, с Ваней худоба. С гуся вода. С гуся вода. Ну и люди у нас. Да всего им дело. Гончариха Танька встречается мне сегодня. И такое про твоего Ваню мелет. Ну какое, спрашивается ей дело, что у тебя такой светлой женщины и такой вот чернявый хлопчик родился. О, и сонечка. Видишь, что говорит. Ни в мать, ни в отца проезжего молодца. Ну и это виднее. Она ведь в проезжих молодцах толк понимает. Юрочка. Ты бы сказала этой дуре, что дед-то мой чернявый был. Договорила. Рыбка у тебя дюжа смачно пахнет. Чебачки должно. А не? Ах, мой дедушка дюжей всего реально чебачки уважает. Угости одна рыбка. Возьми. Слышала я, Клавонька, электричество скоро будет. Говорят, разбомлённые станции скоро сделают. Для деток-то рыбка эта дюжа солёная. Рыбери. Спасибо, спасибо. Тёпленькая водичка. Давай домой. Мамоньки. Аня, очка выпечилась. Пускай туалет я ещё её. Ну, что мне с вами делать? Руки помоем сейчас. Угу. А ну, помощнички, полете-ка, чебки. Вот, на. Вот. Мама, здесь наш папа похоронен. Нет, Ванюша, наш папа безвестно где. Ну, мы за этой могилкой присмотрим, а кто-нибудь за папиной так. Мама, мама, смотри, цыгане едут. Мама, 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 мама. Нам пора. Пойдёмте. Не оглядайтесь. Выручит колесо. Выручит. Не глядайся. Соро, малый, рот, алачи! Эй, чавалы! Разрази меня гром, если это колесо не от цыганской кибитки. Кто веришь языком? Какие видишь приметы? Посмотри, оковка спит узорчатая. Ну, малый, он не брешет, я сама знаю этого кузнеца. Кум, это Будулай, сын глухого старика. Выходит, могилка цыганская? Пусть мертвые царствуют. Дом все больный, дом растольный. Дом все больный, дом растольный. Пусть мертвые царствуют. Пусть мертвые царствуют. Высокают берега, Высокают берега, Пусть мертвые царствуют. Всё больный, грешнец он aumentar, Высокают берега, Высокают берега, Ах, так! Да, так! Аня! Бедня! Пуха его, пуха! Эээ! Вот, смотрите, сразу, она пьяна. Эээ! А это что? Ну, Ванюшка, ну вы что это, а? Ну вы что это, а? Ну вы что это, а? Ну, давай, давай! Это ты драку затеял? Ну, подожди. Ну, а чего? Вроде и бить-то мне тебя стыдно. Но я не посмотрю, что ты выше матери вымахал. Так всыплю. Ну, а чего он к Нюре пристает? Человеку в техникум готовиться надо, а он? И ты тоже хороша. А я чего, я ничего? А я чего, я ничего? Ой, Дашка, недаром снился мне король трифовый. Глянь, с бородой. Ох! Как ты, дядю батюшку признали? Сейчас, бабоньки, спокойно. Узнаем. Раздержка. Трудись, трудись, соседный житель. А насчет жилья покумекает. Тимофеевич, подпишите. А того гляди с Женем. Между прочим, никогда не гулял на цыганской свадьбе. Ты вроде холостой? Кажется, холостой. Здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте. Тимофеевич, я хотела спросить, когда у нас будет собрание? Чего? Выступить охота. Между прочим, Тимофеевич, я в этих краях когда-то уже бывал. Помнится, на вашем месте был старшина со щетиной. Так его давно побрили. Перекрати информацию. Ну, тогда и пошла. Спасибо за компанию. Везелая женщина. До свидания. Желаю тебе удачи. Ноги, ноги вытирайте, шаромыжники. И сесть даже не приглашаешь. А мне как новостей для тебя, Клавочка, как новостей. Ох, что-то вкусно у тебя жарится, шкварится. Ох, господи. Слыхал, Клавочка, цыган какой-то у нас на хуторе остался на пожитье. Кузничить в нашем колхозе будете. Председатель спрашивает, ну почему именно у нас? А он, местность больно ваша понравилась. И еще газету тычить. А в газете закон из Москвы пропечатан. Чтобы цыгане больше не кочевали, а селились. И чтобы колхозы им денежки нам в заведение давали. Что с тобой, Клавочка? Ой, ну тебя кровинки нет. Ты не заболела? Нет, ничего. Прошлую ночь плохо спала. Хочу сегодня пораньше лечь. А вы войну казаком были? Казаком был парень, казаком. А теперь цыганом стали? А теперь цыганом стал. Дядь, дай я крутану. Ну, крутанее, крутанее. А вы войну на коне ездили или на велосипеде? Всяко было. И на коне, и животом по снегу. Эй, моряк, дай куснуть. Да ладно тебе. Ну ладно, на. Как говорится, дело мастера боится. Разрешите, товарищ цыган? Давай, мастер, давай. Кышмелюсган. Пропала, мастер. Вань, пошли домой, мама ждет. Спокойная сестричка, спокойная. Ну, что ты в самом деле? Чистую сорочку измажешь. Держи. Уважайте труд родителей, сними. Да ну тебя. Да мастер, жарко стало, а? Спокойно, граждане. У тебя, парень, не голова, а конструкторское бюро. Вообще-то да. Опять сегодня по радио услышала, как одна женщина свою дочку нашла. Самую эвакуацию искала. Клавочка, ты не одолжишь мне рублька с полста? Аккурат на телевизор не хватает. Ой, Клавочка, мне кажется, шестьдесят не хватает. Вот, будьте любезны, хан Батый явился за получкой. Ваня, Нюра. Ну что, ничего. Я ищу комсомольцы. Ты еще молод, мать, учить, поучать. Вот когда начнешь сам зарабатывать, тогда и будешь свои денежки считать. Щенок. Тунеядка. Ваня, ты что? Ничего. Как ты с матерью разговариваешь? Почему ты не прогонишь эту змею? Нет, твое дело. Майор! Молчать! На мать стучать. Ну вот, аплодисменты по щекам. А ты не заедайся. Видишь, она чем-то расстроенная. Ты где это так измазюкался? Цыгану помогал. Цыгану помогал. Ну, мама, ну что там особенного было? Кузнец, как кузнец, хоть и цыган. Помогли человеку установить горный, все. И сразу домой. Ваня, незачем тебе туда ходить. Почему, мама? Почему? Нечего там тебе делать, сынок. Понятно. Только непонятно, почему ты Нюре не запрещаешь? А Нюра и сама туда не пойдет. Девчатам кузню без интересу. Ребята, слышишь, как цыган отмахивает? Дидидьбом, дидидьбом, загорелся кошкин дом. Иди ты, тоже не отряг. Завтра попал. Бой ребята, а сын не знаешь, как объединяет. А, молодой человек. Закади, закади, что стоишь. Как говорится, дело мастера боится, а? Заходи. Да я вообще-то тороплюсь. Заходи, заходи. Мне как раз подручные требуются. Да мне некогда. Занятые, значит. А как звать тебя? Да вообще-то... Ваня. Наша племя Ваня всегда была на колесах. Но отвыкать придется. Вот ты зимой в школу ходишь. А чем цыганские дети хуже? Среди них тоже есть такие же способные, как ты или твоя сестра Нюра. Эй, Ваня, 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 Ваня. Так не годится. Не годится. Это же почти так. Почти да не так. Не сделай с этого, паси. Деталь будет хрупкой, как ракинат. Вот так. Вот так. Вот так. Понял. Держи. Паня, ты когда-нибудь видел наших цыганок? Только один или два раза. Нас мать детства почему-то от цыган запирала. А заметил, какие они красивые? Это я успел. Вот такие красивые женщины и всегда были обмачиваться. Ну, а почему они не борются всем с пережитками, а? Эх ты, какой прывкой. Попробуй, цыганка, к вечеру не принеси мужу наводку. Он с нее батагом в школу спустит. Батагом? Как это? Такой поганый обытие, Ваня. Дядя Бадулавин, а вы смогли бы снова кочевать? Нет, Ваня. Может, кто из цыган еще шевелит ноздрями на ветер, только не я. Я этого ветра во как нанюхался. К этому берегу до конца жизни пристал. Здесь мне век свой доживать. Ну, что вы, вы еще не старый. Как тебе сказать? По-моему, тот человек долго живет, которому детей надо на ноги поставить. А мне, Ване, некого. Ладно, подручный. За работу. Ну, и здорово ж ты, Клавка, хоть на работу, хоть на купание. Разве скажешь, что двоих родила и выходила? Встану, как девушка. Давай, давай, три, не ленись. В другой раз конский скребок прихвачил. О, попрошу, чтобы цыган для тебя мочалку из железа приховал. Чего, Жоня? Цыган овежливый, здоровка это. Не в пример наших кудак цыган. Тетя Клава, а что ваш Ваня к цыгану под мастерия записал-то? Да уж гнала его гнала. Куда там? А что гнать-то? Цыган из своего Ивана кузнеца сделает. На старости лет кусок хлеба будет. Я б сама к такому мужчине молотобоя-то пошла. Я бы его согрела, пожарче кузнец. Ой, милая цыгана, теперь можно нету жить. Цыла в отцов, Робеев, надо будет обучить. Шальная родить тебе надо, что ли? От мужика хорошего. Коль он хороший человек, то пусть я ему буду жена. А кобель все одно плохое или хорошее останется кобелем. Да ты что? Упострел. О, буду лаять. Здравствуй, Клавочка. Ой, какие красивые кастрюль-то, а? Напрасно, Клавочка, поспешаешь. Кастрюлечки кончились. Что, бабка, отоварилась? Вот беда-то. Ну ты не горюй, Петровна. Лучше приходи ко мне на варенье. Красадно. Ну возьми, что я зря покупал, что ли? Здравствуйте. Глянь, глянь, глянь. Возьмите, Клавдия Петровна. Мне не к чему, а у вас дети. Пригодится в хозяйстве. Да что вы, что вам самому нужно. А у меня еще солдатский котелок не прохудился. От всего сердца, Клавдия Петровна. Спасибо, не хлопочите. Ну хорошо, ладно. Не убедил. Хочу просить вас, Клавдия Петровна, чтобы вы не запрещали вашему сыну в кузню приходить. Он у вас способный и может научиться чему-нибудь хорошему. Клавдия Петровна. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Я из него кузнечного бога сделаю Ну что ж, боги колхозу, конечно, пригодятся Только ты имей в виду горячая голова, чуть что ответственность пополам Один буду отвечать, один буду отвечать, Тимофе Ильич Только ничего с парнем не случится Плохого Ну, добро 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 Семнадцать Двадцать пятого августа Нас мама преждевременно родила Увидела, как немецкий танк раздавил кибитку цыганскую Ну и Может, еще? Ага Что ты там в кузне, сынок, делаешь, что тебе одной миски борща мало? Мам, мне скоро по полторатора до дня начислять будут Да ну? Да Дядя Будулай у председателя хлопочет Он обо мне ничего не спрашивал? Кто, председатель? Не, ничего А Будулай ничего обо мне не говорил? Как же, говорил Говорил, что ты у нас хорошая Даже симпатичная Так и сказал Чего это он? Да, мам Если б ты видела, как сегодня дядя Будулай По хутору Черенкова погнал Вот смеху было Добрый вечер Альда Будулай с нами гулять Спасибо, веселая жена Ну что, спасибо Мы не кладка Мы с теган не боимся Добрый вечер Что вы меня так боитесь? Неужели я такой страшный? Да нет, я вас не боюсь Значит, мне показалось Клавдия Петровна Говорят, вы видели Как немецкий танк Цыганскую кибитку раздавил Видела? Не помните, кто в ней был? Старик была, молодая цыганка Больше никого не было? Больше я ничего не могла видеть Клавдия Петровна Может, кто-нибудь еще видел? Нет, только я одна и видела Звучит СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нюра! Пойди сюда, дочка. Носи невесту. А Деда Мороза, да? Ну, от кого ж еще? А вот вонюшке перчатки. Ой. Мама! Читана. Бессынница, ты что перед парнем покомариваешь? Какой он парень, Анванька? И ты тоже уставился, не стыдно? Мам, меня снила гигантская мысль, пронизанная идеей гуманизма. Что-то непонятно, сынок, ты стал говорить. Мысль позвать к нам Будулая и вместе встретить Новый год. Да ладно, мам, хватит тебе цыган бояться. Ты уже, мама, у нас немаленькая. Ой, правильно, сестричка, правильно. Мам, ну с кем ему Новый год встречать? Ну с кем? Человек, он пришлый на хуторе. Ну, а я как ни говори, ему здесь самый близкий. Мам, ну с кем. Заходи, заходи, Ваня. Дверь не заперта. А, Федя. Отец велел передать, что если вы вне коллектива, то валяйте к нам, у нас компания собирается. Садись, чайков согрейся. Да ну ладно, собирайтесь в темпе. Скидайте пальто, согрейтесь. У нас и чарочка найдется. Спасибо, я на минутку. Шел мимо, грежу огонек. Ну, то мы дай зайду к бригадиру. Да. А вы что, так и будете старый год провожать? Втроем? А мы, как всегда, поукоренившаяся семейная традиция. А ты помолчи. По традиции. Мы же ко мне пойдем, бригадир, а? Да я не знаю, вон как они. Вообще-то я лично согласен. Я тоже согласна. Так. Что-то Федьки долго нет. Нюра, ты часом не знаешь, где он. Да ну вот, дядь Кюрик. Какой вы. Да что же вы это, а? Пригласили нас, что, смущение водить, а? Да уж, вашим семейку смутишь. Вон, глядите, как Ваня себе уютное местечко разгребает. Да это дядя Егорыч хотели побеседовать со мной на тему есть ли жизнь на других планетах. Кто? Я. Да что он бреет? Вот, наконец-то. Ну, молодец, Федька. Уважаю этого человека. Еду. Добрый вечер. Добрый вечер. С Новым годом вас. Счастья от края до края всем желаю. Ну, куда же тебя посадить? Иван Феевич, у нас там есть местечко. У вас там тесно? Ну, тогда с Новым годом. Вот, после Клавдии Петровны местечко есть. Спасибо. С Новым годом. Дорогие гости, новогодний пусто. Но здесь Ваня хотел. Нет, мама, я здесь хотел сидеть. Тогда Нюрочка здесь сядет. Не привыкла я Новый год без детей встречать. Извините, Клавдия Петровна. Проходи сюда, будула. Позвольте мне, дорогие гости, на правах председателя дать вам первое в этом году, так сказать, руководящие указания. Выпьем, товарищи. С Новым годом. Счастья тебе и колхозу назову. Вас тоже с Новым годом. Желаю успехов в Новом году. С Новым годом, что же счастья. Девушиневич, уважаем его. Выпьем, уважаем его. Эх, Бадулай, хочу тебя попросить до неловкости с бытовой. О чем хотел просить, Тимофеевич? Чтоб дядя Бадулай что-нибудь по-цыгански исполнил. Эх, как будто влетел. Спой, Бадулай, а. Давай. Боюсь, что разучился. Я в дальний путь отправился И больше не вернулся. Мечтал со счастьем встретиться Мечтал со счастьем встретиться Но, видно, разминулся Немало верст проехала Весь мир мне открывая Под пологами содраным Кибитка кочевая Под пологами содраным Кибитка кочевая Играй, председатель. Плясать буду. Кибитка кочевая Оставь от полезного Оставься 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 Отдаю. 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 Ваня, идите. Эх, была, не была. Мама, держись. Молодец, Ваня. Мама, держись. Мама, держись. Мама, держись. Мама, держись. Мама, держись. Если напью я воду, Если напью воду, Никому я не отдам казачью морду. А я девка не брата, А я девчонка, А я девчонка, А я девчонка любит казача, А казаченька дала. Мама, Есть дельное предложение, мам. Мы тебя проводим, а там немножко погуляем, можно? Мы с ребятами на Володин курган собрались Хорошо До свидания До свидания Галя, значит на кургане, да? Галя, значит на кургане Галя, значит на кургане Какого черта стоишь? Ищи скорее своего нового братца Зачем? Зачем цыганам война? Уедем Далеко уедем В глухие степи уедем Уедем Слушай, друг сердечный Тебе повестка военкомата не в ЗАГС Отойди Отойди, нечистая сила Кто б тебе добра не было? Что б ты? Отойди Что глаза выпучил Дай с женой проститься Сыну родиться По-русски назови Оттого и дошел немец до Харькова Что мы с женами так долго прощаемся Кто плохо прощается, военкомат Кто твою и плохо Не мешкать и батя Идите на восток На восток На восток Держите путь на Макеевку А дальше на Ростов В Заволжские степи Отвоююсь, там и шукать буду Подулай На счастье, милый Пей на счастье Пей, прошу тебя Пей на счастье На счастье, сынок Ваш любимый Ударь Ударь На счастье, сынок Ваш любимый Ударь Ударь Хороший примет Скоро вернешься в табор Прошу тебя Ударь Пей Ты что, ненормальный? А наше положение Не лезь в цыганские обычаи, военкомат Спокойно, военкомат Спокойно, военкомат Бадулай 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 Постегнись Пойдем Бадулай КОНЕЦ Пора спать, сынок. А то очумеешь от своих физик. Ну вот. Скоро тебе мать совсем не нужна будет, раз появились от нее секреты. Ну, мам. Честно, капсамольская? Ну ладно, тогда садись. Смотри. Что это, сынок? Понимаешь, мам, дядя Бадулай затеял ограду для могилы. Но я хочу коней выковать. Но пока это секрет. Неужто сам? Я селишь. Смогу. Вот жаль, только что ветер нельзя из железа выковать. Дядя Бадулай говорил, что не очень красивая жена была. Но пусть ограда красивая будет. Верно, мам? Да. Мам, какое ты исканил больше? Все нравится. Мам, какой ты исканил больше? Все нравится. Вот. Мам. Мама. 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 Ваня, дай-ка молоток. Мама. Вот. Добрая душа позаботилась. Ваня, ты часом не знаешь кто эти кочетки посадил. Да вообще-то знаю, только... Секрет? Когда не говори. Ладно, скажу. Только вы поглянитесь, что маме не скажете. Как же Ваня, я могу сказать ей, если она меня за три вирсты обходит? Дядя Будулай, вы не сердитесь на нее. Это она вообще цыган боится. Ее в детстве испугали. Или хотели украсть, что ли? Это она кочетки посадила. Взяли, Ваня. Мама могилу два раза в год убирает. На первомайские и на октябрьские. Только вы, пожалуйста, никому не проговоритесь. Мама не хочет, чтобы об этом знали в фоторе. Спасибо, Ваня. Спасибо. Ваня. Иди домой. Иди. Вообще-то я пойду. Крестана тебе, бабушка, нету. Нет, я крещеная и христианскую веру соблюдаю. Я ж тебе этим летом двух премиальных поросят отдала. Двух овечек вдобавок. Да я на твоих поросят и не зарюсь. Христос с тобой. Что я сейчас говорю? Что тебе стоить парочку поросят за доном взять? Кто их сейчас учитывает? Ты теперь в бригадирах начальствуешь. Да если были все такие колхознички-то, мы уж давно до коммунизма дошли. Твое дело что? Вынести их на берег, как стемнеет. А там уж мой дед сам управится. Ты же хорошо знаешь, что просить меня об этом бесполезно. Должно уж ты забыла, как мы от немецких танков хоронились. Забыла? Нет, это я хорошо помню. Тогда значит забыла, как мы потом проходили мимо той разбитой кибитки и что-то там нашла. И это я помню. Помню. Ты можешь взять у меня все. Эту скатерть, кофту эту. Все можешь взять. Мое личное. Вещи детей, но красть из колхоза я не стану. Какая честная объявилась. А дитя от живого от запрятать. Это как по-твоему? Честно? Вон! Проклятая кулачка. Не боюсь. Хватит, отбоялась. Иди, говори, Адву Будулаеву. Вон! Вот я тебя сейчас. И я подголодная. Вон! С ума сошла. Ну погодишь ты. Теперь мне нечего секреты сберегать. Ученые. Пусть шай знает лучше терины. Их, без пользы. Тогда остается одно. Пойти к нему. К самому. Вот ты и пойдешь. У него деньги хорошие должны быть. У меня Пашенька дежурство. Я Пашенька занятую. Удрал. Черт подлючий. Адву… Адву… Дернеться. Адву… Адву… Адву? Адву? Адву… 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Рассказывай все, что знаешь Про то, что вы спрашиваете, я ничего не знаю Знаешь По глазам вижу, что знаешь Все рассказывай Все рассказывай, бабка Ну, значит, когда Когда на наш хутор бомбежка разразилась и стрелять стали Мы с Пухлюхковой, значит, Клавдии Петровны Кинулись в степь Чтобы схорониться А потом А потом Клавка как заорет И Клавка От всех этих страхов Разрешилась Девочкой Прежневременно Тут еще не все, бабка Рассказывай Что было после этого? После 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 мы с Клавкой пролежали в Яру до ночи А потом стали пробираться на хутор Черт Преклотый, как на пужам Как дочку ты назовешь? Нюрочкой хочу Дитё, где ты плачет? Какое дитё? Причудилась тебе Клавочка. Плачет. Причудилась. 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 Господи, цыганёнка нам ещё не хватало. Куда мы теперь с ним денемся? Через него нас ещё немец прикончить. Дитё, да? Клавочка. Клавочку. Запомни, Лущилиха, будешь ещё терзать Клавдию, я тебя под землёй найду. От цыгана не скроешься. Запомни, эта женщина должна жить с детьми спокойно. Взять бутылы, я к вам на минутку. Гляньте, нам дубеля успеваемости выдали. А ну-ка, дай. Не-не-не, из моих только дуб. Почему так? Да там вообще-то, понимаете, один трояк есть, но я его пальцем прикрою. Зато вот эта пятёрочка по тригонометрии в адистат зрелости идёт. Так что считайте, без пяти минут он у меня в кармане. Что ты говоришь? Садись. Значит, говоришь, без пяти минут зрелый. Вот что зрелый ты человек. Ладно, выпьем. У меня пол чекушки есть. Выпьем за твои успехи. Дядя Бадулай. Не беспокойся, мама не узнает. Ничего она, Ваня, не узнает. Понимаете, дядя Бадулай. Не спеши. Расскажи о своих жизненных планах. Торопишься? Вообще-то да. Меня Галинка ждёт на морозе. Галинка. Ну что же, если ждёт, ступай. Ваня! Я ведь тебя так и не поздравил. Обнимемся по русскому обычаю. Спасибо вам. Хоть кузнечный дел я не превзошёл вас, а на механический всё равно поступлю. Хорошо. Хорошо. Поступай. Хороший человек у дяди Бадулай. Самый лучший. После мамы, конечно. Да, пошёл. Хороший человек. Вос邪ун. Хороший человек у дед. Прог Bod estiver pretend. Чuing machine setting. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ